Сегодня суббота, 20 октября. Московское время, 22 часа 56 минут, и мы начинаем прямую трансляцию третьей отборочной игры осенней серии «Что, где, когда» 2012 года. Против телезрителей сегодня играет команда МТС. Победитель игры МТС этого года Андрей Григоров, Елена Орлова, Владислав Лихачев. Обладатель «Хрустальные совы» Равшан Аскеров, двукратные обладатели «Хрустальные совы» Александр Рубин и Алексей Блинов, капитан команды. АПЛОДИСМЕНТЫ Против команды Алексея Блинова сегодня играют Руслан Липский, Минск, Наталья Мельник, Луганск, Елена Ломаш, Братск, Галина Ершова, Петрозаводск, сектор «Блиц». Олег Хомутов, Караваева, Радик Хабибуллин, Березники, Сергей Сальцов, Афочка, сектор «Супер-Блиц». Зукра Чупанова, Волгоград, Юлия Харина, Санкт-Петербург, Елена Сиротинина, город Рабат, Марокко. Тринадцатый сектор. Осенние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Играем до шести очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители и добрый вечер, уважаемые знатоки. Давайте знакомиться. Андрей Григоров, программист из Череповца. 26 лет. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, господин ведущий. Три года назад победителем игры МТС стал ваш брат-близнец Антон Григоров, который дважды сыграл в команде МТС. Андрей, скажите, вы что, все игры проводите с телефоном в руке? Как это у вас происходит? Да, это уже стало семейной традицией. Скажите, Андрей, а вы соревнуетесь с Антоном или играете с ним вместе? Нет, мы с ним не соревнуемся. Антон иногда мне помогает. Антон, то есть у вас сильнее игрок Антон? Ну вот сегодня посмотрим. Рабат. Открысились. Собрались. Против вас играет аккомпаниатор детского хора Елена Сиротинина, город Рабат, Марокко. Внимание, Алексей! Ксавье Миллери. Эта картина бельгийского художника-символиста Ксавье Миллери была написана в 1890 году и находится сейчас в Брюсселе в Королевском музее изобразительных искусств. Это вам для информации. Уважаемые знатоки, попробуйте постичь замысел художника и постарайтесь догадаться, господин Аскеров. Нет. Как называется картина, вы не догадаетесь. У нее несколько вариантов названий. А теперь, внимание, вопрос. Почему, господин Аскеров, в этом хороводе именно столько женщин? Там 10, 10, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А это кто, 10 их? Еще раз считай. 50-я муза, может, слушайте. Нет, 9 муза. 10-я там из-за плеча. Да, она не видна. Там смерть какая-то идет. Да нет, 9, типа. Это, судя по всему, смерть. А вот там, 40-е, да. Там 1890-го, там не смерть с косой, нет? Ну, от мужа стоит, конечно. Чего-то было 9, а их 10. А это... Такого-то не могут прийти. Весы беременности нет, и там рождение человека. Смерть как следовало. А они какие-то одинаковые. Мне нельзя сказать, что они символизируют разные, потому что они... Они все одинаковые. Они где-то... Чего 9, 3, 10. А там мужчина в церкви остается. Это губная сказка смерти. Еще какие. Там точно есть жизнь, смерть. Их 10. Их 10. Их 10. А чего 9? Или там меньше, там, или больше. А их почему-то неконсенсационное число, понимаешь, наверное. А 10 другого, ладно, нет? Там чего-то... Итак. Я не знаю, какие 10 этапов жизни. Итак. Попробуй, Шершан. Итак. Кто отвечает? Ну, на этот вопрос попробует ответить Шершан Аскеров. Господин Аскеров, я на всякий случай обращаю ваше внимание, что вопрос был, почему в этом хороводе именно столько женщин, а не почему художник нарисовал столько женщин. А теперь прошу ваш ответ. То есть, ну, мы так сходили с того, что 10 не должно было быть. По-моему, даже тут не 10, а даже 11 тут еще и одна. Пока это есть. Вот. Ну, видимо, вот этот мужчина с косой, он символизирует... Я этого не спрошу. Ну, понятно. Можете сказать. Ну, видимо, тоже имеет значение. Мужчина с косой символизирует, видимо, смерть. Вот. А женщины, они все похожи, все одинаковые. Вот. Они, видимо, должны были символизировать 9 месяцев беременности, а их 10 больше. Видимо, плод передержал, перележал и, как бы, ну, не родился. То есть, 10 больше, чем 9, больше, чем... То есть, символизирует не родившегося вот младенца. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Вы знаете, господин Аскеров, самое удивительное, что вы правильно ответили на ту часть вопроса, о которой вас не спрашивали. Ну, понятно. Мужчина в центре действительно символизирует смерть. Но женщин всех вы не насчитали. Можно было ноги посчитать. Там 11, по-моему. А еще точнее... 12. А еще точнее 12. То есть, год, да? Художник-символист. Хоровод — это движение по кругу. Несколько женщин мы не видим. По замыслу художника их 12, ведь одни символизируют часы. Часы вечности и смерти. Бег времени. 12 там женщин в хороводе. Вам нужно было домыслить, сколько там. Это же хоровод. 1-0. В пользу телезрителей. 10 тысяч рублей от Банка Москвы получит Елена Сиротинина. Город Рабах. Поздравляю вас. Интересы знатоков в этом сезоне защищает вице-президент компании МТС Александр Поповский. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, господин ведущий. А интересы телезрителей защищает вице-президент Банка Москвы Ирина Никитенко. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня у вас игра против вашего непосредственного оппонента, против команды МТС. Можно мне сегодня пожестче принимать ответы? Вы не против? Господин ведущий, сегодня в этой игре принимает участие одна из самых опытных команд клуба. Поэтому требования к четкости формулировок ответов самые высокие должны быть. Поддерживаю. Благодарю вас, госпожа Никитенко. Второй раунд. Во время прямого эфира на номер 777 абоненты МТС могут присылать СМС-сообщения с личными вопросами к Андрею Григорову, победителю игры МТС 2012 года. Не забывайте подписывать свои СМС-сообщения. И все могут сыграть сегодня за команду телезрителей. Для этого необходимо прислать свой вопрос для игры по интернету в 13-й сектор. Адрес 13.mts.ru Эти возможности вам предоставляет компания МТС. Звони Боповский. Я смотрю, вы сегодня окружены победителями игры МТС разных лет. И Андрей Бычуткин рядом с вами. И Владимир Антохин. Так, извините, волчок остановился. Санкт-Петербург. Против вас играет филолог. На фотографии справа. С дочкой Кати Юлия Харина из Санкт-Петербурга. В седьмой раз Юлия играет против знатоков. И попробует сегодня взять реванш у Елены Орловой, которая ответила на вопрос Юлии о турнюре. Помните, Елена? Итак. Оборванный и исхудалый, он возвращается к нам с мутноватыми отпечатками. Фотографиями чужеземных краев. С чемоданом, полным помятых сувениров. Он извлекает из карманов слипшиеся сухофрукты и божится, что это и есть плоды райского сада. Разглаживает на колени мятые бумажки. Вот истинные карты Эдема. Внимание, вопрос. Назовите профессию людей, которых Татьяна Толстая назвала еще и криворукими, торопливыми халтурщиками. Татьяна Толстая назвала еще и криворукими халтурщиками. Почтальоны. Космонавт какой-то там возвращает что-то. Криворукий халтурщик. Человек явно возвращается из дальних путешествий, показывает фотографии. Ну, это привод. Он говорит, что это хорошее. Он говорит, что все это хорошо. Вот это турагенты какие-то. Это паштальон не может? Криворукий халтурщик. Криворукий, понимаешь? Ну, а вот физик какой-то. Ну, ты что-то посмотри. Ну, это паштальон. Вот это паштальон, где-то растим фрукты. Говорят, вот это паштальон. Говорят, вот это паштальон. Дурагенты. Это дурагенты. Просто камевейжор. Он возвращается откуда-то. Нет, нет, нет. Дурагент, он здесь сидит. Хорошо, кто это? Паштальон, почтальон, что еще выращается? Кто куда-то уходил? Он куда-то уходил, надо бы не ходил. Муж из командировки. Какие еще версии? Нет, нет. Он выдает плохое за хорошее. Кто? Рекламный агент. Рекламист какой-то. Может быть, газета? Ну, знаешь, камевейжор. Ну, рекламщик какой-то. Не-не-не. Сама реклама, сама газета как таковая. Это образ такой-то. В чем газета? Потому что разворачивается листья. Потому что разворачивается листья. Нет? Не знаю. Можно? Криворукие халтурщики. Все-таки, видимо, снимают ролики рекламные. Итак, кто отвечает? Ну, вы знаете, достаточно сложный вопрос. Попробую я на него ответить. Прошу, Алексейка. Возвращается с мудноватыми отпечатками, фотографиями чужеземных краев. Сухофрукты выдают за плоды райского сада. Еще он криворукий, торопливый халтурщик. Ну, вы знаете, такого обы... Что за профессия такая? Такого образа у меня, к сожалению, не возникло. Первая идея, конечно, была эта, что почтальон. Но думаю, что это не так. Но вот больше склоняюсь к тому, что, к сожалению, не все турагенты настолько честны, что ли. Они нам пытаются выдать иногда желаемое за действительное. И человек, который приехал к нам, который пытается уговорить нас посетить какие-то новые края, не всегда описывает их соответствующие действительности. И, видимо, человек, который, как Толстая, с этим мог столкнуться, он, соответственно, испытывает вот те ощущения, которые передает. Ваш ответ понятен. Но, господа знатоки, вы же Татьяна Толстая, и, слава богу, наша современница, вы ее себя... Господин Левев, ну что это? Ну, уже же ответили, ответили. Ну, что это? Итак, вы считаете, что проблема рекламы туроператоров вообще волнуют Татьяну? Внимание, правильный ответ. Вот что еще написала Татьяна Никитична. Отглядываясь на гору прочитанной литературы, я с горечью осознаю, сколько чудных голосов писателей загубили для меня гугнивые косноязычные толмачи, эти криворукие и торопливые халтурщики. Татьяна Толстая, как вам подсказывал Борис Левин в свойственной ей манере, так говорила о переводчиках иностранной литературы. Писателя волнует проблемы литературы. 2-0. 20 тысяч рублей от банка Москвы получит Юлия Карина из Санкт-Петербурга. Господин Аскеров, госпожа Орлова, к вам обращаюсь как движущей силе. Что с вами происходит? Ну, если бы мы знали, мы бы ответили на этот вопрос. Не знаю, на самом деле, хороший вопрос, я считаю, что... Да, красиво, но красиво. Мы не придумали. Может быть, даже слишком яркий. Честно говоря, обидно. Третий раунд. Собрали, 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 давай. Уважаемые телезрители, в осенней серии госкорпорация «Росатом» учредила приз для знатока, который сумеет одержать победу в Суперблице. Путешествие к Северному полюсу на крупнейшем в мире атомном ледоколе 50 лет победы. «Росатом» — корпорация «Знания». Господин Глинов, если вы не знаете, почему вы проиграли два вопроса подряд, то, может быть, вы знаете, почему в предыдущих играх даже на один вопрос Суперблица не могли ответить на такие. У вас есть какая-то версия по этому поводу? Я, честно говоря, испуган. И с ужасом жду Суперблица сегодняшнего. Я думаю, что мы потихонечку разучились играть в Суперблиц. Мы все-таки пытаемся играть в командную игру, когда один игрок играет, ему достаточно тяжело. У нас есть люди, которые профессионально играют и могут играть в Суперблиц. Но, к сожалению, их становится все меньше и меньше. Ну, давайте посмотрим на стол. У нас, по-моему, березняки, да? Нет. Апочка. Против вас играет предприниматель Сергей Сальцов. Город Апочка, Псковская область. Внимание, черный ящик. В черном ящике находится то, что однажды получил Афанасий Фетт от своей знакомой Екатерины Хомутовой. После чего поэт написал. Соизмеряя дар с приветом, дерзаю высказать в ответ, что в мире никаким букетом не уступает ваш букет. Его значение многосложно и в силах вдохновить певца. Его принять с поклоном можно, а можно скушать до конца. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Букет вина, бутылка вина, значит. Ну хорошо, букет вина, еще какие? Скушать, скушать, скушать. Аромат, флакон духу. Ягоды, фрукты. Что еще может быть? Букет с поклоном. Давайте, да, да. С поклоном надеть это нельзя. Винок, а, лавровый лист. Да. Его сварить нужно. Но его не скушаешь, уваришь. С поклоном, да, чтобы на голову. Его не скушаешь, уваришь. Это уж петрушка. Почему? Ну, скушать это условно. Ну, винок из лавров, в общем-то, можно скушать. Ну, петрушки еще тоже были. Винок из петрушки. Ну, она там упала. Вот ее можно скушать. Слушай, ну, в нашей стадии из лавров, то тяжело винок, наверное. Ну, неважно. Его нельзя скушать. А там можно... Что с поклоном тогда? Смотрите. Давайте версии тогда, что лавровый нет. Фрукты, ягоды. Грибы. Грибы. Все, я не знаю. Можно... Грибы с поклоном. А? Грибы можно с поклоном. Вряд ли дам. Помощь. Нет, нет, нет. Измеряется. Думаешь, смотришь? Ну, там залито, что есть. Итак, кто будет отвечать? Господин ведущий, мы хотели попробовать взять помощь клуба, если это возможно. Итак, уважаемые знатоки и гости нашего клуба. У вас есть 20 секунд, чтобы помочь команде Алексея Блинова. Добровый видок! Добровый видок! Добровый видок! Добровый видок! Добровый видок! Только на Украине. А там суп? А? Суп? Да, да, да. Букет! Это не букет! Это не букет. 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 Итак, все послушали. Да, я так понимаю, что все команды даже спорят между собой. Из каких версий вы выбираете, господин Глинов? Вы знаете, я думаю, что версия практически одна. Это лавровый венок. И на самом деле, 20 секунд мы потратили на то, чтобы уговорить себя, что лавровый венок можно съесть. Нас уговорили. То есть, ваш ответ – лавровый венок. Да. Господин Друзь, а вы чем недовольны? Я поранил палец, господин Владимирович. Я очень сожалею об этом. Но вы тоже готовы есть лавровый венок? Нам кажется, что там лавровый венок. А теперь, внимание, правильный ответ. Вам нужно было найти букет, что-то схожее с цветком в букете. Цветы. Цветки. Но съедобные. Цветная капуста. Вот. Почему-то я тот же самый вопрос произнес. И Елена Орлова в одну секунду дает правильный ответ. Откроем черный ящик. Там, господа, знатоки, цветная капуста. Цветную капусту получил Фед от Екатерины Хомутовой. А счет 3-0. 3-0 в пользу телезрителей. И 30 тысяч рублей от банка Москвы получит Сергей Сальцов из «Опочка». Что-то господин Блинов очень мне эта игра напоминает предыдущую. Когда играла команда Алены Повышевой. Но потом был рывок. Посмотрим, удастся ли он вам. 3-0. 3-0 в пользу телезрителей. Четвертый раунд. Уважаемые телезрители, сегодня по окончании игры определится, какая команда станет участником зимней серии. Команда Алены Повышевой на прошлой неделе одержала победу с отсчетом 6-4. Чтобы обойти ее, команда Алексея Блинова должна повторить этот счет, либо выиграть крупнее. Другими словами, только победа с отсчетом 6-5 команду МТС не устроит. Но, вы знаете, господин Блинов, после прошлой игры Алены Повышевой, я уже не с таким испугом отношусь к счету 0-3. Алексей, вы улыбнись, вы как-то очень сосредоточны. Я вам предлагаю, получите удовольствие. Вот 13-й сектор, например. 13-й сектор, интернет против знатоков. 22 725 вопросов прислали телезрители. В 13-й сектор и сейчас компьютер выберет один из них. Константин Смертин, экономист из Уфы, против вас играет. Внимание, вопрос. Что нового в азбуке Морзе появилось в 2004 году? Собачка, да. Адрес, да, по адресу передавать. И еще какие версии? Нет, нет, нет. Да? Подожди, ну почему где-то 4-й? Подожди. Доллары раньше не было. Это я не могу понять. Зачем? 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 Нет, нет. То, что передавать, то, что начали передавать. А вот до этого было не нужно. То есть во времена Морзе этого не было, а в 20-е годы не появилось. Что? СМС, как-то теперь там. А это буквы модерны. Серьезно, можно играть. Это символ должен передаваться, ребят. Да, да, да. Доллары, евро, все остальное. Деньги можно было писать. Я наставил это собачку. Зачем? Собачка 99 процентов. 99 процентов. Давайте отвечать. Прошу, Алексей, кто отвечает? Отвечает Елена Ровова. Прошу вас, Елена. Предположим, это был значок, использующийся как обозначение электронной почты, которую мы называем собачка. Я ответы не знаю, но мне кажется, ваш ответ достаточно логичным. Давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Да, да. 3-1. 3-1. Елена Орлова сокращает разрыв счёте. Компания МТС приготовила приз лучшему игроку команды Алексея Пленова. Внимание на экран. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад сегодня вручить лучшему игроку команды уникальную книгу. А вообще я должен сказать, что я смотрю, что, где, когда. Это очень серьёзная передача. Мне очень нравится, как и многим миллионам. Но мне бы хотелось, чтобы побольше было живописи искусства. А вот эта книжка, уникальная книжка, её автор Мауро Орбини жил в 16 веке. Он написал исследования о происхождении и развитии рода славянского во всех странах и в мировых исторических коллизиях. Мне бы от всей души хотелось пожелать вам дальнейших успехов, приносить пользу вашей передаче науки, пониманию истории, пониманию современности. И не давать, что искусство высокого реализма – это и есть современное искусство. Итак, сегодня приз – книга Мауро Орбини «Славянское царство», уникальная книга от народного художника СССР Ильи Глазунова. Благодарю вас! Пятый раунд! Уважаемые абоненты МТС, сегодня вы можете определить лучшего игрока команды МТС. Ждём ваших смс-сообщений на номер 777. Напомню состав команды – Владислав Лихачёв, Александр Рубин, Андрей Григоров, Елена Орлова, Равшан Аскеров и Алексей Блинов. Господин Григоров, ваш брат Антон на своей первой игре был признан лучшим игроком сразу. Скажите, а где Антон хранит этот приз как лучший игрок? Вы можете нам поведать секрет? Насколько помню, он хранит его в книжном шкафу. О, извините, остановилась стрелка. Минск. Собрались. Минск. Против вас играет предприниматель Руслан Липский, город Минск, Белоруссия. Вопрос снят нашими корреспондентами. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. В конце XIX века управляющему каждой провинцией Германской Восточной Африки было приказано собрать с вождя каждого племени по четыре вида семян. Вождь приносил определенное количество семян и высыпал их в соответствующий мешок. А каждый управляющий, собрав дань со всех вождей, отправлял четыре больших мешка в столицу колонии. Внимание, вопрос. Для чего власти Германии устроили все это? Не только это население, но, наверное, сельхоз скота там. Ну, потому что мужчины, женщины, дети там. Четвертый кто? Переписли с количеством семян, да? Да, да, да. Каждый со своего племени. Рабы могли быть там. Они по сути тоже не могли. Лошадей. Женщины, дети. Мальчики, девочки или как? Хорошо, давайте. Мужчины, женщины, конкретно. Что еще? Мальчики, девочки, взрослые мужчины и женщины? Старики там, не знаю. Это явно что-то нужно было пересчитать. Давайте поймем, что. Деньги, скот, оружие. Англоборская война была. Восточная война. Может быть, лошади? В войну это было. Они могли что-то почитать? Потому что там они потом воевать начали. Ленка, как это? Я вот не знал, что... Нет, вопрос для четырехов. Ответ переписи и все. Мальчики, девочки. Итак, кто отвечает? Отвечает Влад Лихачев. Прошу вас, Владислав. Версия команды такова, что таким образом происходила перепись. Перепись — это определенное измерение для состояния не только демографического, но и экономического. То есть, возможно, каждый вид семян назначал, допустим, полувзрастную характеристику населения этого племени и, возможно, какой-то вид имущества. Понятно. А теперь, внимание, правильный ответ. Жители крупнейшей германской колонии были неграмотными, и вождя каждого племени обязали собрать четыре вида семян по количеству мужчин, женщин, мальчиков и девочек. Так, педантичные немцы провели в колонии перепись населения. Три-два. Господин Блинов, Алексей, вот странное дело. Прозвучал вопрос. Я слышал, господин Рубин сказал перепись населения. И, по-моему, Владислав Лихачев перепись населения. Ну, что ж вы не экономите минуту там, где это можно? Ведь это может вам пригодиться. Мы четыре категории пытались разобрать, поэтому... А вас же не спрашивали про это. Правда? Тем более вы ответили четыре категории, четыре правильных, четыре неправильных. Лучше бы молчали по этому поводу. Госпожа Никитенко, вы не против, что я не стал вдаваться все-таки, что там, недвижимость или возрастные категории? Господин Ведущий, у меня была первая мысль среагировать на то, что ответ, версия верная, но не точно сформулирован. Но вы, действительно, задали более узко вопрос. И ответ был в первой части, перепись населения. Ну, мне тоже показалось, что господин Поповский не будет возражать, что это очко. А мы засчитали господин... Шестой раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Григоров, Андрей, у абонентов МТС есть к вам несколько вопросов. От Оксаны из города Ливны, что удивило вас на съемочной площадке больше всего? На съемочной площадке добродушие коллектива, это удивляет. А Дениса Тугаева из Санкт-Петербурга, вот как раз на эту тему. Как вас встретили игроки в команде? Тепло. Ну, а что они вам сказали? Игра, Андрей, играет. Что-что? Добро пожаловать. Кто? Алексей, я же не вас спрашиваю, я же не понимаю, что у Андрея отвечает. От Ольги из Фролова. Как вы успевали во время игры искать ответы в интернете? Ну, в принципе, это возможно успеть найти. Можно. Луганск. Против вас играет сотрудник социальной службы Наталья Мельник, город Луганск, Украина. Внимание, вопрос. Господин Аскеров. Да. Что американский писатель 19 века Логан Смит назвал посолоченной гробницей посредственного дарования? Обложка хорошей книги, нет? Вот что-то похожее, да? Да, похожее. Награду какую-то первую там. Американский писатель? Какая? В конец 19 века? Это не премия, значит, не Нобелевская. А там какие самые такие? Позолоченная гробница? Не-не-не, это кажется-то позже. Позолоченная гробница. Какого дарования? Посредственного дарования. Ну, это либо тихо. Рама, рама, рама картины. Рама от картины. Может быть? Позолоченная гробница, посредственного дарования. Коробочка, в которую что-то уложено. Она действительно позолоченная? Да. Ну. Золотая медаль. К книжным делам. Да не, мне кажется, больше картины. Почему посредственное дарование? Посредственный подарок или посредственное дарование? Дарование, кто это сделал? Картина больше. Рама, тебе больше надо. Ну, по-моему, 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 по-моему. Нет, здесь опять такой темыш. Гробница с другой стороны. Гробница. Ну, просто булочки тоже они такие. Да. Итак. Кто отвечает? Отвечает Равша Наскеров. Давай, Равша Наскеров. Ну, у меня сегодня, видите, всё не так попадаю. Тихо, тихо, тихо. Может быть, сейчас удастся поймать ритм. Не сбивать ритм весь Париж. Может быть, так Логан Смит говорил о картине. О раме. О раме. Посредственно. Золотая гробница – это рама. Посредственно дарование – картина. Рама и картина. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Может быть, всё-таки писатель о книгах говорил, говорит Елена Орлова. Может быть. Но нет, Равшан, отвечай. Ты у нас самый эмоциональный. Но до правильного ответа, что удивительно, вы не дошли. Даже в варианте с книгой. Позолоченная гробница посредственного дарования. Писатель Логан Смит так назвал бестселлер. Книгу не всегда высокохудожественную, но хорошо продаваемую. Позолоченная гробница посредственного дарования. 4-2. АПЛОДИСМЕНТЫ 40 тысяч рублей от банка Москвы получит Наталья Мельник из Луганска. А сейчас внимание. В следующую субботу, 27 октября, определится судьба главного приза осенней серии «Что, где, когда». Если победят знатоки из команды Андрея Козлова, то лучший игрок серии получит «Крустальную сову» и сертификат на 300 тысяч рублей от компании «Мобильные телесистемы». Если же в финале победу одержат телезрители, то автор «Лучшего вопроса» получит «Крустальную сову» и карту «Банка Москвы» на сумму 300 тысяч рублей. Седьмой раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые телезрители, если вы хотите сыграть против знатоков в этом сезоне, а быть может попасть в финал года, присылайте ваши вопросы на игру по почте. Адрес 127-427, Москва, улица Академика Королева, 12, программа «Что, где, когда». Либо по электронной почте вопрос собака tvigra.ru Алексей, на последний вопрос, мне кажется, вы очень мало версий успели. Или, Сашка, ты. Обсудить. А сейчас супер-блиц. Ты хочешь попробовать? Три вопроса по 20 секунд размышлений на каждой играет один знаток. Кто останется за столом? Играет Равшан Аскеров. Играет Равшан Аскеров. Чтобы одержать победу в этом раунде, Равшан должен ответить на три вопроса подряд. Если вам это удастся, вы станете главным претендентом на приз от «Росатома Равшан». Господин Аскеров, сегодня в «Супер-блиц» вас ждет дуэль с Евгенией Тимошевской из белорусского города Любань. Евгения – обладатель приза самому активному телезрителю прошлого 2011 года. Вопросы не объединены между собой, общей какой-то темой, но они от одного телезрителя. Итак, внимание, вопрос первый. У нас за кулисами сейчас находится то, что в Японии принято дарить молодоженам на свадьбу с пожеланием быть неразлучными. Евгений интересуется. Да вы все равно не увидите, что вы туда смотрите. Что там? Потише в зале, пожалуйста. Прошу, Равшан. В Японии с пожеланием быть неразлучными, молодоженам, а свадьбу. Видимо, такая вещь, которая по отдельности не существует, я так понимаю. Условик ответ такая, что вещь так большая. Вы ответ будете произносить? У нас была за кулисами, значит, в черный ящик положить было нельзя. Это не совершенно ничего не значит? Я думаю, что... Ничего не значит? Там ножницы, которые вот... Они режут, они режут. Так операторы мне показывают тогда, когда подсказка была. Значит, вы подсказывали. Я попрошу вас подкинуть. Я не подсказывал нож. Вы не подсказывали. Нет. Значит, кто-то обманулся. Извините, Дмитрий. Итак, господин Аскеров, прошу ваш ответ. Ну, вещь, которая... Это вы сказали ножницы? Да, я сказала. Ножницы. А теперь покажите мне ножницы руками. Покажите мне ножницы руками. Ну вот. А теперь... Нет. Ну, ножницы, они одни. А теперь... Нет. Вы правильно показали. Одну рукой покажите ножницы. Теперь посмотрите на свои пальцы. И скажите японское. Что это такое? Японское. Японское. Внимание, правильный ответ. Вы сейчас опять не подсказывали, господин Авдеенко? Уже я сейчас видел. Я прошу вас. Я вообще никого не смотрю. У кого вам подсказывать, если уже все сказано? Уже все сказано. Это, господин Аскеров, палочки для еды. Японское же, палочки для еды. Да, опять на первом же вопросе. 5-2. К сожалению, не удалось выиграть Ровшану Суперблиц. А значит, пока претендент на приз от Росатома не появился. 50 тысяч рублей от Банка Москвы получит Евгения Тимашевская из города Любань. Восьмой раунд. Господин Глинов. Я. Из последних семи игр вы выиграли лишь одну. И шесть проиграли. Алексей, скажите, в чем дело, на ваш взгляд? Дело в том, что несыгранная команда МТС. Вы редко играете. Победитель в последний момент появляется. В чем, на ваш взгляд? Вы знаете, я думаю, что причина неудачи любой команды – это редкая игра. Потому что, как бы не были сильны индивидуальные игроки, если вы не тренируетесь, не играете вместе, то найти удачу очень сложно и очень трудно. Поэтому я так считаю, что для команды МТС очень тяжелые условия как таковые. Мы играем один раз в год. Нам действительно тяжело. У нас шестой игрок новый. Мы к нему проигрываемся, он проигрывается к нам. Но это все детали для профессионалов. А вот то, что касается, что мы редко играем, и нет вот этого чувства игры, чувства драйва, чувства опасности, которое должно быть в игре. Когда ты проигрываешь и выигрываешь, когда это ощущение минуты совсем другое. Понимаете, тренировка, любой турнир, который ты проходишь, он совсем по-другому. Телевизионный драйв, который есть, свет, камер, вопросы. Как звучит голос ведущего. Все это совсем по-другому. Его передать невозможно. И если мы не будем играть, мы никогда не сможем играть нормально. Вы поверьте, у нас очень сильная команда. Мы тренировались и играли. У нас и отскакивали вопросы просто. Но сейчас мы сели, и мы понимаем, что вот не хватает этих, вот не хватает этого связующего звена. Нет внутреннего... Вы сказали, что вы отвыкли от моего голоса. Нет, нет, я так к вашему голосу привык. Я его регулярно слушаю. Я обещаю вам, что он будет добр и ласков. А против вас сейчас играет санитарка детской поликлиники Елена Ломаш из Братска, Иркутской области. И вы знаете, я вам предлагаю... Вот честно говоря, на мой взгляд, это вопрос сложный, который сейчас будет. Но я вам предлагаю сыграть в один вопрос. Вот мне просто очень интересно. Он, на мой взгляд, интересный. Вам нужно представить себе ситуацию и проявить свои лучшие качества в одном вопросе. И вот если вы на него ответите, и даже после этого проиграете игру, вы будете молодцы. Ну, я думаю, что это относится к любому вопросу, но к этому мы играем и относимся особо сильно. И на всякий случай вам напоминаю, что при счете 5 в пользу телезрителей вы можете брать минуту в кредит. Да, к сожалению, мы не помним. Итак, в пожарных частях США в 19 веке были лестницы вот такой формы. Посмотрите на экран. Вот такой формы. Пожарные находились на втором этаже. При тревоге они спускались вниз под специальным шестам, а поднимались по такой неудобной лестнице. Внимание, вопрос. Почему в пожарных частях в те времена были вынуждены строить именно такие лестницы? Так, работаем. Понимаете, вопрос? Да. Чтобы не поднялся. Нет, чтобы не поднялся, потому что можно будет второй вышел. Нет, если спускается вниз по шесту, все спускается, а поднимается медленно. Нет, давайте... Вот по винтовой практически. Зачем винтовая лестница? Что она дает? Очень неудобная лестница. Очень неудобная лестница. Потому что это башня, фактически. Или чтобы не зарплесли. Нет, это утилитарный смысл имеет. Спасать, спасать людей. Спусти, вытащить наверх, действительно, бронзбой, чтобы они раскатались. Ну и что? Нет, они вернулись. Почему нестандартные лестницы? Почему вот они такие... Вот именно такие... А у него вовно можно какая-то что-то тащить с собой? Нет, тащить с собой. Нет, тащить с собой. Что-то, чтобы что-то просушить. Хорошо, просушили. Понятно, бронзбой, ты дали. Это же башня, да? Как можно построить лестницу с пролетами, если это каланчат? А не будет пожаром, чтобы они как-то отдохнуты? Конечно, она круглая, как в любой башне. Просто потому что они могут подняться, потому что... Ну, пролеты же там нельзя построить. Представить мы должны. Мы должны представить это. Ну, зубка с пожаром. Итак. Итак, знатоки просят минуту в кредит. Госпожа Никитенко, вы готовы предоставить знатокам минуту в кредит? Нет, господин Медвич. Я не готова, потому что, во-первых, они на себя берут еще больше риска, во-вторых, могут сами четко сформулировать, поэтому нет. В данном случае нет. Итак, кто будет отвечать? Госпожа Никитенко отказывается предоставлять вам минуту в кредит. Это ее право, потому что Банк Москвы будет оплачивать. Ленка, вы это же? Господин Блинов. Да. Отвечает кто? Елена Орлова. Да. Госпожа Орлова, прежде чем вы будете отвечать, я хочу вам сказать, что в процессе обсуждения вы обсуждали пожарные части по Соединенных Штатов, но современные. То, что они 19 века, то есть все ваши версии, они подходят под любое время. А дело в 19 веке. Итак, госпожа Орлова, как вы считаете, вот в чем отличие современной пожарной части от пожарной части 19 века? Вот такой вопрос, на который вы можете отвечать правильно, можете неправильно. Так, я не обсуждение просил, а поговорить с госпожой Орловой. Итак, в чем, на ваш взгляд, отличие? В каком-то оснащении, вероятно. Так. Будете... Это все? В оснащении. Точка. В каком, не будете говорить. Прошу, ваш ответ. Это уже, мне сейчас уже отвечать? Вы можете отвечать, да. Или попросить госпожу Никитенко все-таки предоставить вам минуту в кредит. Прошу, Ля. Я бы попросила госпожу Никитенко от вас в минуте. Мне кажется, что... Госпожа Никитенко, знатоки просят предоставить им минуту в кредит. Прошу, Ля. Ты что-то делаешь? Тишина. Госпожа Никитенко, покажите мне, Ирину, ваша. Я, господи, Варенович. Уговорили вас, нет? Из уважения ко всему клубу, который так единодушен, в команде, безусловно, тоже. Итак, госпожа Никитенко предоставляет вам минуту в кредит. Но если она вам поможет, и вы ответите правильно на этот вопрос, то на один из последующих вопросов вы должны будете ответить без обсуждения. Итак, в пожарных частях Соединенных Штатов Америки в 19 веке были лестницы вот такой формы. Пожарные находились на втором этаже. На первом они не находились. При тревоге они спускались вниз по специальным шестам, а поднимались по такой неудобной лестнице. Внимание, вопрос. Почему же в пожарных частях в те времена были вынуждены строить именно такие лестницы вынуждены строить? Сейчас бы не строили, а тогда были вынуждены. не было автомобилей, они передвигались на шальнях. Может быть у них сразу седовы были уже. А если вот, дождь идет наверх, деревянные каменные здания, деревянные здания были в 19 веке, пожарная часть тоже была деревянная. Могла сгореть, это был каркас, фактически. Это влияет на то, что они торопятся, когда они на пожар бегают обратно. Зачем лестница? Она не ревалит. В воду, воду. Если дождик идет, вода стекает туда прямо в бочку. Какую бочку подниматься? Неудобная лестница. Неудобная. Они в чем-то приходили, в какой-то поддержке, я не знаю, что-то они все-таки доволят, что ли, за собой? В 19 веке то, что было тогда, сейчас нет. Они не находились на первом этаже. А что находилось на первом этаже? На первом стояли бочки, стояли повозки. Как бы ее у них были? Ну, за что-то примитивное. Ну, за это подниматься они, пожалуйста, в лекаре. Какие версии? Ну, не знаю. Ну, давай. Итак, господин Блинов, сейчас все зависит от того, кто будет отвечать. Ой. Кто будет отвечать? Все зависит от вашего выбора? Вы знаете, наверное, это самый сложный момент, чтобы сделать этот выбор, потому что у меня есть... Ну, вам надо его делать. Потому что у меня есть своя версия, которую, безусловно, мне хочется ответить самому. Ну, хотите, отвечайте вашу. А я хочу попробовать все-таки Владу Лихачеву дать возможность ответить. Несмотря на то, что хотите свое. Итак, господин Лихачев, прошу вас, напоминаю, что Владислав Лихачев многократный победитель игры МТС и уже, я бы сказал, постоянный игрок команды МТС уже в разных составах играл. Прошу вас, Владислав. Господин ведущий, на версию натолкнуло то, что вы сказали, пожарные части 19 века отличались от современных. Пожарные в 19 веке не имели автомобилей, передвигались на лошадях. Для того, чтобы успеть на пожар, вероятно, у них седла уже были пришиты к штанам пожарным. Поэтому они могли быстро спуститься, но для того, чтобы подняться, им приходилось переваливаться. Ну, то есть, походка не позволяет ровно подниматься, а вот такая винтовая лестница позволяет с пришитым седлом штанам уже подняться наверх. Итак, теперь внимание, правильный ответ. Господин ведущий, а можно мы все-таки попробуем? Это против правил клуба, мы еще не делаем. И давайте я все-таки озвучу, как мне казалось. Пусть это будут все версии, которые вы услышите. Давай, сейчас будем все слушать версии, прошу. Ну, а что? Да я не пробую. У нас последний шанс. Давайте мы попробуем. Значит, как мне показалось, что на самом деле самое сложное при пожаре это набор воды. Если на сегодняшний момент есть электрические какие-то помпы, которые позволяют набирать в цистерны воду, тогда они этого не могли делать. Соответственно, если построить такую лестницу и наверху шел дождь, то вся жидкость, которая дождевая влага собиралась с крыши, она могла как по воронке стекать вниз прямо в бочку и, соответственно, наполнять эту бочку, которую потом вывозили на пожар. Мне как-то показалось, представилась вот такая ситуация. Господин Блинов, чью еще версию мне выслушать? А мы не выслушали еще одну уникальную версию. Теперь, внимание, правильный ответ. На правильном пути был Владислав Лихачев. Пожарные в 19 веке выезжали на пожар на лошадях. Пожарные находились наверху, а внизу, на первом этаже, их поджидали лошади. По обычной лестнице животные забирались наверх на запах еды. И спускать их потом было целой проблемой. Из-за лошадей и стали строить такие неудобные лестницы. Лошадей вы ответили, но... Да. Итак, господин Поповский, если вы разрешите, то я объявлю победу команды телезрителей. Вы не против? Да, господин. 6-2 в пользу телезрителей. Команда Алексея Блинова терпит поражение и заканчивает свои выступления в этом сезоне. А право сыграть в зимней серии получит команда Алену Повышевой. Алена, я вас поздравляю. Вот имена телезрителей и победителей. 10 тысяч рублей заработала Елена Сиротинина. Вопрос о картине Миллери. Да, в конце игры вы бы ответили на такой вопрос. 20 тысяч рублей Юлия Харина из Санкт-Петербурга. Вопрос о переводчиках. 30 тысяч Сергей Сальтов из Апочки. Вопрос о цветной капусте. 40 тысяч Наталья Мельник из Луганска. Вопрос о бестселлере. 50 тысяч рублей в Супербриде заработала Евгения Тимашевская. Вопрос был о палочках для еды. И 60 тысяч рублей заработала Елена Лобожи из Братска за вопрос о пожарной части. Внимание! Сейчас будет определен лучший игрок команды. И господин Поповский кого же абонента МТС признали лучшим? Елена Орлова, господин Ильич. Я согласен. Согласен сегодня полностью с мнением абонентов. Поздравляю вас, Елена. Госпожа Никитенко, кому достанется приз за лучший вопрос? 200 тысяч рублей от Банка Москвы получит Юлия Харина из Санкт-Петербурга в опрос о переводчиках. Благодарю вас! Господа, финальная игра осенней серии состоится в следующую субботу 27 октября в 22 часа 55 минут на Первом канале. Против телезрителей будет играть команда Андрея Козлова. Спасибо за игру. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...